Котельнический вестник Появился несколько дней назад Ее авторы и создатели Старшеклассники школы номер 3 Антон Мамаев Оператор Кристина Гараева И Артем Кузьминых Ведущие Планируют делать выпуски регулярными Выпуски выкладываются На сайте котельнича Lifeinfo.ucos.ru И в соцсети Вконтакте Поэтому любой желающий может Их посмотреть и оставить Свой комментарий Ну что я могу сказать Конечно же забыли сказать Еще наших любимых двух людей Это же Володя Вершинин Да, который ведет у нас Рубрику эксперименты И ассистента Елену Гончарову, которая Учница пятой школы Да, вот непростительно это Котельническому вестнику, конечно Но все равно спасибо вам за то, что вы Про нас написали в своей газете Так Еще, наконец-то Выбрали мэра в нашем городе Не прошло и полгода В общем, выбрали, значит В минувшую пятницу в Котельниче Произошло знаменательное событие Впервые в истории на должность Главы города утверждена женщина Лариса Моисеевна Данилович 13 апреля у нас в городе Прошел митинг Посвященный приезду Блокадников Ленинграда в наш город Он проходил у мемориала Вот, давайте посмотрим сюжет на эту тему Сегодня, 13 апреля В наш город прибывает группа Участников блокады Ленинграда По этому поводу в нашем городе состоится митинг У мемориала, посвященном жертвам эвакуации Бывших блокадников приветствовал Глава города Лариса Моисеевна Данилович И участие в семестных школ Делегация привезла с собой капсулу С горстью священной земли Из Пискаревского мемориального кладбища 17 июля 2011 года В день годовщины открытия памятника Эта горсть земли станет частью мемориала в Котельниче Вы знаете, что я вообще Честно говоря, просто трогана Потому что действительно Я все 900 дней блокады дала в Ленинграде Я все это вела Вся эта страсть прошла в у меня на глазах Меня тоже эвакуировали в Ярославль Но буквально перед самым закрытием города Нас мама забрала И у меня есть студенцы Потому что решила так, чтобы умирать все вместе И мы приехали И все эти 100 дней Мы были в Ленинграде Все, весь этот ужас Весь все эти бомбежки Все прошло на глазах Причем я уже была большая Мне было 12 лет Поэтому мы ходили в госпиталь дежурить Ходили этот самый Собирали дрова Что сказать по поводу митинга Наконец-то пришла весна Снег оттаял Мемориал у нас тоже оттаял от снега И наконец-то про него вспомнили Он ползимы стоял в больших сугробах Я лично прохлебил Часто видел Это не очень приятное зрелище Никто его не укреблял Никто не чистил А следующий сюжет у нас Экологический месячник В школе номер 3 И 1 апреля Давайте смотрим Сегодня 1 апреля В нашей школе приходят два мероприятия Открытие экологического месячника И 1 апреля Давайте посмотрим, как это происходит Нужно знать правду Состояние своего вечного дома Его сохранение Наших интересов Проходить в мире Пробежать людям И каждому человеку Итак, в течение этого месяца Апреля С 1 по 30 У вас в классах Пройдет множество мероприятий Вы придумаете Мы будем участвовать с вами Как всегда В природоохранной акции Чистый город И зеленый наряд в школе Но весь этот месяц Мы разделим с вами На недели И проведем 4 ключевых дела Вот первое ключевое дело Которое пройдет у нас Значит, до начала каникул Оно будет называться Творческий конкурс Образы земли Отряд Со мной Шаг-шагом Марш Песню запевать Распитали Яблони Груши Поплывали 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 Приходила Надя Катюша Про того Которого Любила Про того Чьи Ну что можно сказать Об этом видео Это актуально Очень Сейчас наше время Проведение экологических Месячников Потому что На улицах у нас грязно Никому ничего не нужно Сейчас тем более Все вытаило Да И вот Спасибо Азикна За то, что она Устраивает у нас Такого в школе Организовывает это все Да, вот уже Просто в конце видео Было видно, что Десятый класс пошел Все На приборку Города Молодцы Кстати, вот говоря В Москве Собираются На улицах Поставить автоматы Которые будут Выдавать Совочки И пакетики Это для Владельцев Домашних питомцев Чтобы они Сразу погуляли И убрали С собой Нам тоже бы не мешало Такое Конечно Бом Равняться на Москву Как говорится А не легче Дворникам Зарплату Повысить? А не легче Дворникам Образование Нормально получать Ну, в общем Ладно Так Что у нас Дальше По программе Ну, следующий У нас сюжет Про лужу Огромную Под мостом И про то Как спиливали деревья У нас тут Буквально Неделю назад В городе Так собираются Пробки В нашем городе Рис Неделю Зор Добро Нед virtual Нед Interior Брусь Новости Недов Как мы видим, здесь у нас незаконная порывка леса. В городе вырубают лишние деревья. Давай, давай! На машину, на машину, на машину! Все, ребята! Кстати, если вы услышали голос за кадром, смех, да? Мы просто смеялись, что дерево чуть на машину не упало. Чуть-чуть совсем вот... Ну там буквально машина проезжала, и как раз дерево падало. Вот, ну совсем немного такое. Вот где нужно снимать крепкий решек 5, у нас в городе как раз. Да, просто у нас там оператор немного оплашал, но ничего. Если вернуть к предыдущему, как бы, начало сюжета, где водители едут, все-таки позитив есть. Да. Хоть и лужа, но как раз. О, да, вот нормально. Ты какая лужа? Особенно мужик, который едет, это как будто Бог молится. Ну что это, ну за что мне это? А у одного вообще зубы все золотые. Во! Это, это просто... Кто... Казну у нас в городе хранит, наверное, не ехал. Вот за него вся казна в зубах. Ну и дальше мы переходим плавно на страничку спорта. Это... Давайте посмотрим сюжет из НХЛ, который был буквально день едем играть. Как мы видим, марсельское такси работает даже у нас в НХЛ. Подвез товарища до скамейки, как говорится. Нет, он просто перепутал шайбу с игроком со своим партнером и играет теперь. О, ребята, у меня большая шайба, смотрите! За нечестность чего у них делают клюшки, это же все-таки массивный игрок, кто вот так подталкивает. Как клюшка-то не сломалась у него? Ну вот так вот. Кстати, непонятно, почему он именно клюшкой и не руками как бы помог товарищу. Видно, они в плохих отношениях. Да. Ну, и на этой неделе у нас были соревнования по волейболу. Давайте посмотрим сюжет про них. В феврале в нашем городе проходят задумание первых школ в городе по волейболу. Давайте понаблюдаем за игрой между школами первой и третьей. В белой форме игроки первой школы, в зеленой форме игроки третьей школы. Сегодня последний день соревнований, на котором решится, кто займет первое место. Пока после двух дней переедет команда школы номер 3 с двумя победами. Команды школы номер 1 и 2 следом за ней с одной победой и с одним поражением. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, майсль с счетом по ноль в пользу первых школах. Акщербинин Владимир Петрович, заместитель директора структурно-гравительного комплекса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А что для этого нужно? С вами была Гарала Кустина, специальная программа «Скажи просьqui». Ну, значит, по итогам соревнований. Первое место заняла первая школа, второе место заняла вторая школа, третье место заняла третья школа. Ну, и четвертая то пятая школа. да вообще несправедливо у каждой школы по одно поражение 5 школа все три поражения по идее было бы справедливо если бы назначили переигравку между первой школы 2 и 3 ну как бы из еще круг провели тогда бы было бы справедливо ну ладно теперь давайте посмотрим опрос он на тему тоже здоровье и спорта в общем тема опроса главная это делаете ли вы зарядку по утрам я занимаюсь от других лет прошел 2 раза в неделю баскетбол сейчас вот начнется велосипед приглашаю вас хорошо мы обязательно мы принимаем участие с вами вопрос делаете ли вы зарядку по утрам ой забыл-ка рад пока не рад нет конечно а можете показать пару упражнений нет а почему не делаете зарядку некогда а можете показать нам пару упражнений как правильно делать зарядку нет без формы делаете ли вы зарядку по утрам зачем нет я то делаю а можете показать нам пару упражнений вот раз два три два три и это место трех и все проводим опрос делаете ли вы зарядку по утрам да периодически делаете ли зарядку по утрам я на лыжах бегаю это вы делаете зарядку утрам смотря какую у меня днем зарядки а вы можете показать вам пару движений каких как зарядку делаете я на скакалке прыгаю а еще ну вот так вот первое общее вот так тянется руки взломок и вот так позвоночник а вы делаете зарядку по утрам я нет а можете показать пару движений не знаю я не фиг потому что это делать я свою делаю специфическую а можете показать и упражнения ну это там растираешь уши там это самое шею вот тут и лоб глаза животом делаю пальцы массируешь а какой у вас девиз по жизни а можете показать пару движений а 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 на а Что ты хочешь пожелать нашим телезрителям? Какого удачи во всем, чтобы денег побольше. Вот это Золочек. Как вас зовут? Меня зовут Егор, я Силыч. Как вас зовут? Егор Александрович. Я с вами был Егор Александрович. Ну что, парень получился и 30 секунд славы. В отличие от своих друзей, которые ждут за кадром, он все-таки не побоялся. И делал зарядку. Поэтому мы решили его включить в программу. И еще. Специально для Бутенко Ивановны мы проводили этот опрос. И вот он получил ответы, что занимается спортом только у нас бабушки. И вот статья. И любят в основном лыжный спорт. А футболом мало кто. По крайней мере кого мы спрашивали, никто на меня ответил, что футбол любят. Так что Иван, агитируй всех на футбол. И вот значит статья. Называется «В зале только бабушки». Заходим поутру в новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В новый здоровительный физкультурный комплекс. С восьми часов там обычно занимаются студенты и учащиеся. А сейчас уже десятый. Из вестибуля видят большой зал, где весело бегают, шумят, крутят обручи. Идем поближе. Смотрим. Удивлению нет предела. Оказываются развятся пенсионеры из группы здоровья. Как они сами себя называют. В основном женщины. Самой юной 55 лет, а иным уже и за 70. Ну как бы, ну никак бы не подумала, что такое может быть. Выходит еще как может. Значит, лучше всего меня удивил это новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Который уже как год назад построили и крышу протекает. Но он все равно новый. У нас это было в предыдущем выпуске. Да. Сюжет про него. Конечно, так это немного обидно, что у нас ветеран спортом занимается, а молодежь занимается, но меньше. Все-таки вот даже... И попугают немного эти вот то, что в садике приходишь. И там на верандах у нас не дети маленькие, а молодежь сидит и спортом занимается. Скажем так, да. Ну вот еще даже вот если взять школьные соревнования, учеников заставляют идти на них, а у них нет желания-то идти на эти соревнования. Учителя в основном заставляют. Особенно у девушек. Да. Вот, например, вот команду третьей школы по волейболу у девушек не устреляли, поскольку многие от этих школ девушки не хотят идти. Камень в оград к вам. Просто не умеют играть и... Ну мы-то тоже как бы не умеем. Ну мы уж то совсем не умеем. Нет, я-то умею. Я умею. Один в поле не воин, как говорится. Да. Да. Ну и дальше у нас... Бывают такие вот случаи, знаешь, когда быстро собираешься, а шнурки не как бы... Быстро суетишься и не можешь влезать. Да, да, да. Вот сейчас я покажу, как можно быстро собираешься шнурки. Ну, значит, я возьму все-таки мою бутсу. Да. Скажу. Ну просто, что первое попалось. Ну, естественно, надеваем. Надеваем, так. Сначала обязательно деньги. Потому что... Это бывает обычно с утра. В тапочках убегаем на работу, забываем задевать обувь. Просыпаешься без пятнадцати восемь. Школа. Школа к восьми. Пока встаешь без пяти восемь. Вот. Тебе нужно быстро завязывать. Вот так вот сейчас, как я покажу. Так это долго получается завязывать. Ты суетишься, у тебя ничего не получается. Вот так вот. Но можно сделать быстрее. Затягиваем. Узел, значит, да. Затягиваем. Узел затягиваем. Берем вот так. Второй, чтобы навстречу был. Ну, то есть указательный палец, а здесь большой палец. Указательный сюда. И затягиваем. В общем, пока вы смотрите это видео и разбираетесь, как завязывать шнурки, вас уже директор мог уводить несколько раз с работы, а учителя поставить в журнале. Ну, так-то не сложно. Просто, видите, объяснение долго, а делается-то все быстро. Вот и все. Все. Ну, по сравнению с этим это, конечно, нам с Вовой не сравнится. Да. Сейчас мы посмотрим очередной его эксперимент. И, думаю, нас удивит. Удивит, да. Итак, переходим к Володе. Здравствуйте. С вами вновь рубрика «Эксперименты». И сегодня мы проводим опыты с неньютоновской жидкостью. Итак, давайте попробуем приготовить неньютоновскую жидкость в домашних условиях. Для этого высыпаем крахмал в заранее приготовленную емкость. Что такое неньютоновская жидкость? Неньютоновскими называются жидкости, которые по-разному ведут себя в зависимости от характера воздействия на них. Если воздействовать на них резко и быстро, то они проявляют свойства пвердых тем. При воздействии на грузку медленной они ведут себя как жидкость. Простейшим примером неньютоновской жидкости является раствор крахмала в воде. Мы высыпаем весь крахмал и начинаем добавлять в воду. В результате у нас получается тестообразная масса. И далее мы просто размешиваем ее руками. до получения сметанообразной консистенции. Итак, мы получили простейшую неньютоновскую жидкость. Теперь проверим ее свойства. Как я уже отмечал, при резком и быстром воздействии на неньютоновскую жидкость она ведет себя как твердое тело. Посмотрим на это. Вместе с тем, если палец опустить медленно, то неньютоновская жидкость будет управлять обычные свойства жидкости. А теперь давайте попробуем увеличить скорость нагрузки и ее силу. И посмотрим, как себя ведет неньютоновская жидкость под их воздействием. Для этого резко ударим по ней кулаком. Как видим, чем сильнее и быстрее приложена нагрузка, тем сильнее неньютоновская жидкость проявляет свойства твердого тела. Наносим редкий удар и, как видим, кулак не проникает в жидкость. Чем сильнее наносится удар, тем сильнее жидкость проявляет свойства твердого тела. Если же мы кулак вводим медленно, то оно уже проявляет свойства жидкого тела. А теперь попробуем значительно увеличить скорость воздействия на неньютоновскую жидкость и посмотрим, какие результаты получатся. Попробуем быстро скатать шарик. Чем быстрее мы воздействуем на неньютоновскую жидкость, тем сильнее она проявляет свойства твердого тела. Стоит не прекратить воздействие, и она становится жидкостью. С вами была рубрика эксперименты. До будущих встреч, друзья! 12 апреля у нас был день космонавтики. 50 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос. И вот у нас есть одна актуальная новость, как говорится. Космическая. Космическая, да. Значит, громадная звезда. Громадная звезда, вот самая громадная, пригромадная. Я думала, вот я сначала заела. Да, да. Проглотила одна за другой три планеты. Хищническое светило под названием Моносорокис находится приблизительно на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли. В общем, в 2012 году она внезапно подлетит к нашей земле. 20 тысяч световых лет. Внезапно, говорю, внезапно подлетит, сожрет все, конец света. Это еще просто один из вариантов конца света. Ванга это не предсказала. Это предсказывают просто... Просто программы наши предсказывают. Ну, скажут тоже. Ван, дай-ка я попробую. Работает? Да, еще как. Крутая вещь одна.